Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! Показываю вам свой товар и надеюсь, что это будет моя последняя гастроль в этом году на рынок. Товар еще есть, но, конечно же, не такого высшего качества, как бы нам хотелось. Уже не май месяц, как говорится. 30 октября. Никогда мы так долго не работали. В прошлом году уже в начале сентября все замерзло, и мы были абсолютно свободны. В этом году еще работаем. Ночами идут дожди. Даже нельзя проехать на такой машине. Вот привезли меня на такой машине, где 4 колеса ведущих. На прицепе. Это мы с огорода приехали на таком транспорте. Сейчас я буду... Вот так у меня укроп собираем в бунты. И потом связываем по 5 штук в бунт. Потом обрезаем. И ставлю в ящик. Хотят брать на 2 дня. Я сопротивляюсь, говорю. Этот укроп товар одного дня. Вот так они в ящиках стоят. В решетчатых. без воды. Все. Это до утра они у меня так стоят. Я даже их еще немножко расставлю. Пусть еще дополнительный им воздух там приходит. и вот так все расставлю. И утром будем грузиться. Никогда не гружусь с вечера. Но чтобы все-таки товар был немножко в более комфортных условиях. Руккола. Руккола это последняя, которая росла в открытом грунте. Это хорошая такая, устойчивая, хорошо стоит. Но тоже много уже было желтого. Нужно было вычищать. Но берут. Берут ее хорошо. Есть заказы. И теперь будем собирать в теплице. Там уже труднее собрать ее. Но такая она более нежная. И наверное будет хуже лежать на прилавке. Но погода не жара. Так что я думаю все будет хорошо. Кинза еще есть. Вот так собрана она. И надо будет ее дома уже буду разбирать. Это вот если длинная, тогда обрезаем корень. Но в основном с корешком. Нет, сегодня без корешка все собрали. Это мне дают ее на вес. А там берут только на рынке бунты. И я сама делаю. Ну вот приходится мне так сделать. И набрали еще петрушки. Вот так мы собираем ее примерно. Вот такие бунтики. Потом связываем по пять уже дома. И обрезаем корни. Здесь вот у меня стол тут такой. Разделочный. В ящики складываю. Вот так. Подходы. Потом все это в компост. Все-таки в Латвии очень хорошая погода. Всю ночь шел дождь. Всю ночь. И утром мы поехали собирать товар. Вот я даже не представляю себе, чтобы мы в Сибири это могли сделать. Мы бы не зашли бы даже на огород. А здесь песчаные почвы. И все это возможно. Но хочу сказать, что дело этим не закончилось. Ездила я еще раз на рынок 13-го в пятницу. Погода была ужасная. Холодно. Ветер неприятный. И с неба что-то такое падало. Но не настолько дождь, чтобы одеть дождевик или там выставить зонт. А просто вот такое, как туман. И погода такая неблагоприятная бывает часто. Но у меня же зелень. Я не могу вот так посмотреть в окно. Дождь или гром, или что-то там, гроза. И я могу лечь спать. Никогда такого не было. Но все равно едешь на рынок и думаешь, ну а что там будет? Кто приедет? Знаете, приезжаешь. Машин полно. Все работают в штатном режиме. Продавцы на месте. Покупатели на месте. И бывает, что быстрее даже продашь такую непогоду. Ну, конечно, если бы у меня был такой товар, там картошка, морковь, там, ну даже помидоры, огурцы, можно отложить эту поездку. И то люди привыкают, что приезжаем мы в определенные дни. И как-то у каждого свои клиенты. Короче, погода нам не помеха. Это я вам показываю свои покупки, которые я сделала в конце уже сезона. Купила яблок, купила капусты, клюквы. Ну, в общем, все, что у меня нет на зиму. И еще хочу сказать, что мы приезжаем ночью. Например, в час ночи мы приезжаем и уезжаем. В этот раз я уехала, наверное, часов в семь. Еще было темно. В конце я поставлю вам кадры вот этого ночного города, когда мы уже едем домой, отработавши. Но, знаете, люди там как-то... Это привычка, наверное. Или, ну, так и нужно быть. Приезжаешь всегда бодрый. Выспался ты, не выспался, устал или не устал. Все люди какие-то бодренькие ходят. И продавцы, и покупатели. Как-то нет вот такого, что человек устал, раздражительный. Такого нет. Вот, например, мне не встречаются такие. Куда-то все спешим. И бывают такие, знаете, ситуации, что машины могут поставить перед твоим прилавком, перед твоей машиной такую, что люди тебя не видят. Но вот нету скандалов. Мне нравится вот эта такая атмосфера. Нету скандалов. Ну, как-то вроде посмотришь. Но ты знаешь, что этот человек всегда постарается очень быстро разрулить эту ситуацию и отъехать от твоего, например, товара, чтобы не загораживать его. Ну, короче, атмосфера хорошая. Попрощались мы со многими покупателями до весны, до следующего сезона. Поблагодарили за работу в этом сезоне. И будем ждать следующего. Как там сложится вся эта обстановка возле рынков. Не помешает ли нам эта очередная пандемия. Ну, короче, будем надеяться на все хорошее. А я с вами прощаюсь. И надеюсь на скорую встречу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok